друзья рад всех приветствовать на канале 26 колесо сегодня у нас на обзоре самый недорогой шоссейный алюминиевый велосипед на рынке это велик от компании wells wells провалер давайте буквально пару слов хотел сказать про недорогие велосипеды про недорогие вещи мне абсолютно не нравится такая позиция такое мнение что дескать если вещь недорогая то значение можно все простить пусть она там кривая косая ну типа какой с нее спрос ведь стоит же недорого значит и взятки гладки мне не нравится вот это вот я считаю что недорогая вещь дорогой велосипед в нашем случае даже если он недорогой то он должен минимально на минимальном уровне быть нормально собран и обладать минимально такими нормальными компонентами то есть это не должно быть какая-то совсем рухлей вот примеру этом заходил в ашан или в ленту вот эти вот велосипеды из ашана так называем ашан байки ты на него смотришь и понимаешь что ну вот это вот совсем за гранью это реально такая рухлядь которой кататься нельзя ты просто ее сразу это за магазина и надо на помойку выбрасывать короче говоря вы поняли да госпит не должен быть вот откровенным таким вот хламом за любые деньги недорогой или там дорогой вообще такого не должно быть короче говоря с этим великом к чему я вел сейчас да все нормально он стоит недорого регаль реально прямо очень недорого но в нем нет ничего такого фатального я его протестировал на довольно длительную дистанцию потом по городу гонял короче в сумме у меня получился на тесте пробег около 300 километров ну то есть это довольно нормально и все эти 300 километров этот велик показал ну что он прекрасно там катит не сломался ничего не отвалилась все на месте теперь давайте сразу как это все едет на самом деле я такой уже стал немножко велосипедный сноб очень много великов уже перепробовал там и такой и сякой карбон шмарбон значит подавая то и все короче когда этот велик брал я на тест ну так немножко скептически относился типа велик там дешевле 30 тысяч блин почти 25 тысяч он стоит ну типа чего от него ждать там на первой яме я думаю у него там все рассыпется колесо отвалится не знаю там трансмиссия и в общем ну вот так вот придется мне его там по кускам нести домой в итоге 300 километров тест тестовый домой такой объем на этом велике у него абсолютно все нормально у него ничего не отвалилось с ним ничего не произошло и по посадке по ходовым характеристикам абсолютно нормально ну вот ты садишься на какой-то шоссейник и поехал да конечно если ты сядешь там ну на супер топовый шоссейник с электронной трансмиссией которой карбоновый там он будет лететь ну этот велик он просто едет просто быстро едет потому что он шоссейный у него нормальная резина шоссейная шоссейная геометрия хорошая там короткая база перья чуть дальше все обсудим в общем он едет ну как типичный шоссейник как он должен ехать это на самом деле для меня ну не то что стало удивлением я говорю просто я немножко так заснобился последнее время а вообще сам по себе этот велик очень очень достойный и давайте еще одну такую финальную мысль там забегая в самый конец у этого велосипеда есть особенности я не назову их недостатками это реально особенности которые связаны с именно с вот этой вот невысокой его ценой и самое главное у него нет ничего фатального ряд всех этих особенностей мы обсудим там чуть дальше в обзоре но такого чтобы фатального в этом велике вообще в нем нет ничего то есть в нем на самом деле все на уровне для своей цены это какой-то уровень для вот в нем все на уровне ну что давайте переходить поближе к велосипеду по традиции начинаем с веса и цены весит этот велосипед 12 и 3 с педалями конкретно данный аппарат и стоит он 28 тысяч пятьсот сейчас остановимся отдельно да на весе и на цене давайте с веса начнем 12 и 3 он весит это с педалями естественно тут если стоит такая задача вес можно очень здорово сбрасывать конкретно это колеса здесь неимоверно тяжелые колеса велосипед на самом деле у нас алюминиевый поэтому ну рама у него более-менее нормально короче говоря с колес можно здорово сбросить ну и традиционно это руль вы нас подседел и седло то же самое можно здорово сбросить мне кажется если озаботиться если будет такая вас потребность ну из десятки можно легко выйти понятно что там топовые шоссейники весят и 8 7 и 6 и но цену этих шоссейников мы даже не будем озвучивать потому что и актуальную цену этих шоссейников мы даже вообще даже даже не соберемся там озвучивать потому что это очень и очень внушительные деньги да здесь 12 и 3 с педалями до без педали на самом деле многие там делают вес указывают в параметрах то есть из педали открутить там типа 11 там 900 он будет весить ну наверно так в общем как вы поняли с весом здесь ну как есть все на самом деле нормально теперь что касаемо цены ну тут вообще друзья это реально самый недорогой алюминиевый новый шоссейный велосипед на рынке есть еще объявление на авито в котором он стоит там тоже новый 27 500 почему какие-то разные производители его там не производители разные значит поставщики то здесь дистрибьюторы продают хочу говоря представляете ну в общем 27 с половиной тысяч рублей но это как-то даже даже неловко мне стало что есть такие велосипеды с этим как раз говорю и было связано мое такое вот чувство когда я его брал на тест типа но мне казалось что можно от этого велосипед вообще ожидать реально мы практически ничего я думал это будет какой-то велосипед типа такого вот ашана ашана совсем который ты берешь и так вот смотришь на него думаешь блин ну место вот где-то там по факту это оказался нормальный велик он нормально едет там нормально разгоняется тормозит у него есть свои какие-то особенности связаны по компонентам но вот в общем и целом реально берешь и поехал и все нормально короче говоря цена друзья ну это удивило меня эта цена на самом деле эти велики очень здорово стали заканчиваться когда его там забирал из магазина на тест ребята сказали что типа осталось буквально несколько штук и от разбил разбирает буквально там звонят там 1 1 1 1 1 1 каждый день уходит по нескольку штук и буквально там практически ничего уже не осталось поэтому если вы себе подыскиваете недорогой шоссейный велосипед прям я бы сказал бы очень недорогой шоссейный велосипед советую вам поторопиться потому что они прям разлетаются как горячие пирожки возможно других городах наверное в наличии что-то будет но по сан петербургу сейчас ситуация такая что там буквально вот осталось вот так немножко и короче говоря скоро их не останется рама и вилка рама здесь алюминий вилка сталь это вот такой недорогой вариант как я понимаю довольно распространенный для таких недорогих велосипедов когда вилка у нас не алюминиевая и естественно не карбоновая она стальная видите она выглядит это сразу видно что это стальная вилка то есть их так делают в общем там не ошибешься сразу ну когда увидишь эту вилку ты понимаешь что вилка здесь сталь рама алюминиевая внутренняя проводка тросиков внезапно на этом велике у нас внутренняя проводка тросиков нас встречает бонки по бонкам здесь ну есть на подсетильной трубе и на нижней трубе бонки. Хочу говоря, ну с бонками, как вы понимаете, для шоссейного велосипед нормально. На вилку сейчас, наверное, редко кто ставит на шоссики бонки. В общем, бонки есть. По зазорам здесь стоит в стоке 25-ая резина, можно поставить спереди точно там 32-ую можно поставить, сзади 28-ая, наверное, точно, ну не точно, а 28-ая войдет, нормально будет. Руль вынос и подсидел алюминиевый, подсидел 27,2 на 300, коротенький подсидел одноболтовый. Вынос у нас 90, кованый такой, кстати, фрезерованный вынос на внешней стороне, он там не литой, а такой даже с фрезой вот этой вот, это очень здорово. Руль 420, не широкий руль, дропом с глубиной 14 сантиметров, в принципе, что тоже, я считаю, нормально для этого велика. Что еще по этому рулю хочется сказать? У него совсем нет флэра, это такой типичный шоссейный вариант, когда руль абсолютно плоский, 420-ый руль, ну в городе будет абсолютно нормально на нем ездить по пробочкам, то есть такой и широкий классический шоссейный руль. Кстати, один момент, о котором нужно сказать, этот фелик продается только в одной ростовке, 52. Мой рост 182, на самом деле я думал, что этот велосипед будет прям мне конкретно маловат, но ничего подобного, абсолютно нормально я себя на нем чувствовал, то есть у нас сидение ездит, да, ну и с выносом там можно поиграться. Я так понимаю, градация этого велосипеда по росту это 170-185. Примерно так пишут, людям с большим ростом на нем тоже можно будет сесть, потому что 182 вот у меня и реально там, если бы я был еще выше, абсолютно было бы нормально. Людям, ну 170, там можно будет с седлом играться и, наверное, может быть, посократить вынос, ну либо начать кататься и понять, как вообще вам. Более, людям, которые рост меньше, чем 170, не знаю, наверное, нужно будет подсидел, который с выносом вперед туда и вообще, может быть, вынос укорачивать. Ну, совсем сильно там не укоротишь, потому что на управляемости будут сказываться. Короче говоря, примерно 170-185 это вот вообще, ну для этого велосипеда абсолютно нормальный будет такой вот ранжир. Велосипед у нас на эксцентриках и нужно обязательно сказать о цельно фрезерованном съемном петухе. На самом деле, уже на многие велосипеды почему-то пошла такая традиция ставить несъемный петух. Наверное, при производстве это проще, то есть отлить раму с вот этой вот загогульной, хотя, ну, я не знаю. Естественно, съемный петух, как мне кажется, ну тут без вариантов. Это, ну, это намного лучше, чем такой встроенный в раму. В любом случае, встроенный петух в раму, его практически невозможно повредить, но все же, чисто в теории, такая вероятность есть, да. Тут, ну, если что-то такое произойдет, конечно же, путешественники все с собой возят вот эти вот выточенные петухи, там второй комплект какой-то, да, ну и при случае их меняют. Короче говоря, петух здесь тоже получает от меня лайк. Тормоза. На этом велосипеде установлены стандартные для такого типа велосипедов ободные клещевые тормоза. Тормоза, в принципе, эти примерно плюс-минус так себе среднее по палате. Видел я велосипеды с более худшими тормозами и, естественно, видел я велосипеды с более лучшими тормозами. На моем, к примеру, велосипеде, ну, в общем, во мне сейчас говорит обладатель вот этих гидравлических тормозов, которыми там берешь пальчиками и велосипед колом становится. Этот велосипед, естественно, тормозит не так, он там колом не становится, если ты пальчиками возьмешь. На самом деле, ну, у него нужно приложение, усилия чтобы его остановить двумя тормозами он нормально плюс-минус останавливается самом деле когда вы долго катаетесь с одними тормозами вот не привыкайте и уже понимаете как тормозит ваш велосипед я прокатался довольно долго с тормозами терпиз по россии тоже дисковая механика это двойной подводка лодки примерно они у меня тормозили задний тормоз у меня тормозил вот примерно точно так же как на этом велосипеде там за 25 тысяч рублей велик у меня на самом деле был не дешевый но тормозил вот дисковая механика моя старая примерно также передний тормоз не там каким-то чудом удалось настроить он тормозил чуть-чуть лучше ну потому что он передний будем как-то это все примерно сейчас по моим воспоминаниям это было что-то вот примерно похоже на этот велик с ценами естественно вообще их никак не сравнить короче говоря этот велик более-менее нормально тормозит наверное мне кажется сменив тормоза поставив какие-то более более подороже сюда тормоза можно вообще получить такое нормальное торможение потому что ну от ручек от монеток там импульс нужный исходит колес ну что давайте обсудим колеса колеса традиционно такая вот вещь слабый такое узкое место во всех велосипедах в самых даже дорогущих велосипедов это вот колеса это то на чем производители стараются сэкономить и в принципе у них всегда это практически получается всегда производитель экономит на колесах что мы видим здесь это тяжеленные стальные втулки на насыпи принципе оба здесь неплохое с таким высоким шоссейным профилем стальные спицы у нас сликовая 25 резина мы не знаем как она называется она такая чисто шоссейная вообще сликовая сликовая эти колеса можно забить кстати до 7 атмосфер и 8 а 7 я забил там по максимуму сколько есть на самом деле надо отметить что резина довольно таки мягкая потому что этот велосипед ну то есть я забил всем атмосфер и он достаточно мягко идет там какие-то мелкие кочки мелкие ямки камушки там он ну довольно таки проглатывает это было для меня таким тоже ну приятным скажем так удивлением в общем что сказать по этим колесам естественно это эксцентрики у нас до втулки как я уже сказал там тяжеленные естественно это вот то место если вдруг вдруг вы соберете сделать апгрейд этого велосипеда я не знаю если будет у вас такая потребность то можно будет начать как мне кажется с колес поменять там втулочки поменять обода может быть даже и не нужно будет менять просто пересобрать на этих же ободах потому что обода как мне кажется здесь нормальные спицы если вы хотите в общем говоря но это такое такое как вы понимаете да самое первое что просится поэтому велосипеду в обыгрыд это конечно же покрышки если ну вот вы захотите сделать апгрейд покрышки камеры ну поставить новый велосипед естественно уже сразу поедет немножко по-другому ну а так вот в целом с этими колесами что еще здесь кстати велосипедный ниппель хорошо что не автомобильным потому что на недорогих ободах мы очень часто сейчас видим я лично вот вижу на это вот автомобильное отверстие там просверлено в ободе и туда же прямо автомобильная камера ну хорошо что здесь такого нет мы видим нормальную эту систему общем итог по колесам да это то место которое естественно во всех велосипедах такое узкое место здесь в принципе мы видим то что и должны наверное были видеть если вы соберетесь делать апгрейд на этом велосипеде то естественно первое на что вы должны будете обратить внимание это колеса трансмиссия на этом велосипеде установлена трансмиссия от компании l2 у нас монетки l2 задний переклюк l2 он называется r3 почему-то r3 r я так понимаю это рот 3 мы не знаем что такое 3 монетка задняя которая переключает она интересная значит ты делаешь набор вот в эту сторону вправо и соответственно сброс делаешь другой стороны такая маленькая кнопочка торчит ее нажимаешь и делаешь сброс но очень интересно в общем набор сюда и сброс с другой стороны надо приноровиться в общем непривычно вот эти вот монетки l2 они такие коротенькие если сравнивать их с гравини с гравийными монетками то те кто ездит на гравийниках естественно такие массивные чтобы руками там упереться на неровностях в общем здесь они такие маленькие миниатюрные ну тоже забавно мне кажется для шоссейника самое то в общем смотрятся они абсолютно нормально задачу свою тоже они выполняют набирает сбрасывает это велосипед что по заднему переключателю это 8 скоростной переключатель с очень короткой лапкой давайте теперь по звездам спереди у нас 40 звезда трансмиссия у нас 1x то есть спереди у нас не двойник одна звезда на 40 и сзади у нас трещотка внимание трещотка и 13 28 на 8 скоростей вот какой-то очень интересно на самом деле соотношение давайте обсудим его спереди 40 звезда когда я на самом деле взял велик да на тест ну я думал что 40 звезда интересно почему производитель поставил сюда спереди 40 я подумал что они решили так по спортивному значит ну прокачивать людей потому что 40 звезда единственная да ну вот так вот сзади в итоге получилось что самая маленькая звезда у нас на трещотке 13 и поэтому в общем так как мне кажется для людей которые только только входят в шоссейный велоспорт вообще в велосипедные какие-то дела это будет очень хорошее соотношение то есть в принципе этот велик если вы начнете катать там более так мощно то почувствуйте что он наверно спереди вам надо будет поставить чуть побольше звезду можно легко ставить 44 звезду или даже еще больше потому что сзади у нас не 11 как традиционно на на кассетах звезда самая маленькая 11 тут у нас 13 то есть мы начинаем уже с 13 и заканчиваем 28 кстати по поводу этой трещотки хочу еще отметить что шаг вот этих вот звездочек очень такой небольшой то есть переключение реально такой получается шоссейная буквально немножко 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 ход очень приятно когда очень ну движешься в каком-то ритме да там переключаешь скорости и буквально вот небольшой небольшой такой шаг трещотка здесь у нас не кассета а трещотка в каком-то смысле естественно это тоже преимущество ну потому что ты счет как вы понимаете она недорогая это очень недорогие компоненты и ты счет куда стать буквально в любом магазине в любом там подвале который торгует не знаю там какими-то ашанами стелсами зайдешь туда и 8 скоростную трещотку вообще без проблем там за какие-то очень-очень смешные деньги себе купишь поэтому как я уже говорил если вы соберете сделать апгрейд колес то конечно же нужно заднюю будет втулку уже всю на в сборе менять потому что здесь трещотка там втулка ну как вы понимаете она уже без барабана она просто с резьбой на которую накручивается вот это вот трещотка в общем то как мне кажется для новичка тут не надо будет пока вот ничего менять просто брать этот велосипед и кататься осваивать передаточное соотношение там понимать какое тебе нужно и в общем кататься просто пока это все самом деле не умрет и потом когда придет уже время вы уже сами там поймете либо вам новую трещотку куда сюда вставлять либо уже заниматься апгрейдом менять всю втулку и ну все это заменять на на кассету там на барабан и в общем подбирать уже себе какие-то ну другие передаточные соотношения но в принципе вот сейчас в стоке все как есть на самом деле абсолютно нормально для такого человека который вот только-только знакомиться с велоспортом вообще будет самое то давайте буквально вкратце обсудим геометрию этого велосипеда почему вкратце потому что у нас нет официально никаких цифр я сделал небольшие измерения дома на коленке и приготовил для вас небольшую табличку буквально очень очень короткую смотрите здесь у нас колесная база 102 сантиметра стендовер 785 перья 420 и верхняя труба топ-тюб 540 ну соответственно руль я уже говорил 420 вынос 90 дропы там мы сюда не будем записывать рич мне не удалось измерить на этом велосипеде но если бы у нас был этот параметр то по ощущениям это такой типично спортивный длинный параметр потому что в принципе когда ты садишься на этот велосипед и ты на него не садишься а так вот вперед туда практически ложишься то есть этот велосипед ну он такой довольно таки агрессивно самом деле спортивный снаряд такой достаточно достаточно такой каким он и должен быть перед нами шоссейный все-таки велосипед и мне кажется геометрия у него достаточно посмотреть на короткую колесную базу и в общем да еще раз говорю по ощущениям это такой спортивный типично спортивный велосипед у которого посадочка такая растянутая туда вперед него лежачок тоже кстати просится в общем-то едет он достаточно бодро ну в том числе из-за геометрии давайте идти дальше обязательно нужно обсудить дизайн этого велосипеда потому что как ни странно у него на самом деле нормальный дизайн смотрите по цвету у него вообще крутой цвет такой темно-зеленый какой-то с блесками перламутровый там я не знаю приятный очень приятный свет на солнце он переливается вот то что я сейчас поснимал я вижу уже что не получилось снять вот эти вот заснять переливы то есть как он прикольно круто переливается огромная надпись на встречает на нижней трубе ну это в общем-то стандарт производители стремятся не знаю занять все место которое есть у них на велосипеде вот это вот огромной надписью ну как мне кажется когда-то когда-то все закончится когда-то произведение поймут что не обязательно вот лепить вот эту вот надпись огромную на всю трубу можно маленьким значит написать маленьким шрифтом но вот как-то над этим подумать чтобы твой шрифт на На самом деле, небольшим, но как-то считался. Хотя, на самом деле, такое написание тоже имеет место быть. В принципе, шрифт здесь нормальный. Просто такой крупный идет, да. И здесь название модели. Цвет и шрифт сочетаются нормально. На самом деле, по дизайну этот велик, ну, очень, очень, на самом деле, неплохой. Потому что цвет, я еще раз говорю, мне вообще зашел очень классный. Ну, а что, все остальное черное. У нас тонкие колеса, там, да, не широкий руль. И вот это, в принципе, такая темная покраска, которая на солнце блестит. Короче говоря, по дизайну вообще никакого нет отторжения. Скорее, наоборот, этот велосипед, он очень, очень неплохой по дизайну. Каретка на этом велосипеде картриджная. Ну, и, как мне кажется, если вдруг у вас возникнет такая необходимость в апгрейде этого велосипеда, как я уже говорил, это покрышки. И, может быть, каретка. Может быть. На самом деле, нужно не допускать просто попадания влаги в эту каретку. Ну, следить, не кататься по каретку или по колено, по лужам. Значит, ну, чтобы она не заржавела вдруг. Если вдруг вы обнаружите, что уже там какие-то сложности с ней, то, ну, весь этот картридж поменяете и все. Еще буквально пару слов. Это педали, стоковые педали и седло. Педали здесь обычные, такие пластиковые, там, с металлической рамкой. Тоже под замену идут. И седушка. Это такая длинная, узкая гоночная седушка. 285 у нее длина и ширина 135. Это такая типичная спортивная седушка. Кстати, с гелем очень приятная. Гелия достаточно. Там не очень много. То есть, не диван, естественно. Но и не совсем без гелия. То есть, ну, вот этот наполнитель, он присутствует. Короче говоря, сидение стоковое тоже нормально. Как мне кажется, это копия каких-то там супердорогущих сидушек, как сейчас уже у нас повелось. В общем, по этому элементу мне сказать, ну, нечего. На самом деле, нормальная сидушка. На длительную поездку. Тоже, правда, я был в памперсе. Но на длительную поездку она себя показала тоже абсолютно нормально. Друзья, ну что, добрались до финала. Все, что я смог узнать про этот велосипед, вам сейчас рассказал, показал. Как вы видите, сам велосипед на самом деле довольно-таки неплохой. За свои деньги он вообще, как мне кажется, топчик. Реально, я даже не ожидал, что этот велосипед будет вот настолько, настолько он прикольный. Когда я его брал на тест, ну, у меня был такой скепсис, типа, ну, очень недорогой велосипед. Что от него вообще можно ожидать? Ну, вот в таком скепсисе я его брал. И на самом деле, он меня, ну, опроверг мой скепсис. Потому что он, ну, для своего, для своей цены он абсолютно нормально едет. Он нормально разгоняется. Он нормально тормозит. У него присутствует накат. Реально, у него есть накат. Он, у него нормальный руль. Там геометрия нормальная. По цвету, как я уже сказал, по дизайну. Вообще он прикольный. То есть, цвет такой, там, перламутровый, переливается. У него петух нормальный. У него внутренняя проводка тросиков внезапно. Да, есть там какие-то моменты. Это типа стальная вилка, трещотка. Ну, в общем, каретка. Каретки, кстати, стоят и на более дорогих велосипедах. Точно такие же каретки. Но это нюансы, естественно, связаны с ценой. Так вот, чтобы сказать, что велосипеда есть что-то такое криминальное, да. Ну, я не могу так сказать. У него реально нет ничего такого вот фатального. Он уже из коробки. Прямо вот его собираешь, и он едет. Реально можно из коробки собирать и ехать там сотку, двухсотку. Не знаю, можно даже в бревет какой-то длиннющий ехать. Сумочки там навешал, все, и поехал. Что по эксплуатации, по супер длительной. Я вам скажу так. На самом деле, у любого велосипеда в процессе длительной эксплуатации что-то происходит. Что там меняется, что-то нужно настраивать, что-то истирается. Ну, в общем, вот эти проблемы происходят с каждым велосипедом. Самые дорогие. Если вы придете в мастерскую, вы увидите там велосипед за 100 тысяч, за 200, там и за 500. Они все тоже есть в мастерской. Их на самом деле тоже надо обслуживать. Это к чему я веду? Ну, к тому, что этот велосипед, он, ну, не ждите от него никаких чудес. Вообще ни от какого велосипеда не ждите никаких чудес. На самом деле, велосипед это такая штука, в котором много движущих частей, которые при определенном пробеге нужно уже, ну, ими заниматься, смазывать. В общем, смотреть там, даже, может быть, менять. С этим велосипедом все то же самое. Так как комплектующие у нас, ну, бюджетные, множество здесь бюджетных комплектующих. Естественно, срок службы их чуть-чуть раньше, чем, ну, у более дорогих. Естественно, за этим нужно следить, и как только там выйдет срок, начнет подходить срок. Ну, то есть, бежать сразу и менять. В этом велике огромное преимущество, как мне кажется, это трещотка восьмискоростная. Вообще недорогая деталь, которую можно абсолютно легко заменить. Также вот эта вот недорогая трансмиссия, которая, в принципе, ну, она тоже нормально работает. Но если вдруг соберетесь там, или вдруг у вас что-то сломается, вот эта L2, она абсолютно недорого стоит, тоже можно ее заменить. Как мне показалось, сюда можно было бы тормоза какие-то посмотреть, чуть-таки более злые, чтобы он стал так, ну, более круто тормозить. Но, в принципе, так вот, по большому счету, мне реально больше нечего добавить. Из коробки он уже едет, как я уже говорил, проехал на нем большую дистанцию, был сам удивлен, что он абсолютно с ней справился. И, на самом деле, эту дистанцию большую, кстати, я хочу сказать, я ехал, и не то, что там, я ехал и терпел, ехал и страдал, ехал и думал, скорее же, там, быстрее бы уже доехать, велик такой там плохой. Вообще, абсолютно такого ничего не было. Ехал я абсолютно нормально, как будто, ну, на любом другом, там, не знаю, плюс-минус нормальном шоссейнике я ехал. Вот так вот. Никаких у меня там страшных ощущений не было. Друзья, напишите ваш хороший комментарий, если у вас вдруг созрел какой-то нехороший комментарий, напишите его тоже, ну, прям сильно нехороший напишите, потому что я его все равно удалю. Ну, такие вот просто ваши какие-то мнения, которые отличаются от моих, естественно, тоже пишите, обсудим. Самый-самый такой суперфинал этого ролика. Мне этот велосипед, на самом деле, нормальный, мне он понравился, за свои деньги он вообще просто абсолютно нормальный. Если, кстати, вы посмотрите на этот велик и так немножко, да, то, как я уже говорил, во многих, на самом деле, обзорах, потому что велосипеды я тестирую. Так вот, если вы посмотрите на этот велик и так тоже немножко сомневаетесь, может быть, вообще ничего не слышали, то, на самом деле, если у вас бюджет ограничен, идите в магазин, покупайте и все, катайтесь там, и все будет с ним нормально. Только прошу вас, на самом деле, поторопиться, потому что, как оказалось, эти велики очень быстро прям заканчиваются, люди начинают о них узнавать, ну, каким-то там способом они попадают в рекламу. И, в общем, люди видят, что, блин, 28 тысяч велосипед новый, ну, все, идут в магазин, сразу покупают. Их осталось буквально там немного, и, на самом деле, они скоро уже, ну, совсем закончатся. Вы были на канале 26-ое колесо, увидимся в следующих роликах, больше велосипедов, гравийных, шоссейных, всяких разных. Не пропадайте, всего хорошего, пока!